Привет зритель, сейчас будет обзор заказа с Азон. Вообще у меня там было две вещи, но я думаю, что вторую вещь не обязательно показывать. Там карта привилегий выглядит как обычная карта. На самом деле я просто еще не открывала конверт, хотя мне его уже активировали, ну саму карту. У меня есть халявный пакетик Азон. В нас в городе наконец-то открылась база выдачи, официальная Азона, не пункт партнера. В чем разница, можно наконец-то было заказать эту карту. Девушка впервые активировала эту карту и я была первым покупателем этой карты в Укрича, потому что до этого ее не доставляли только на официальные пункты выдачи Азон, на пункты партнера нет. И тот на Ярославской 50, соответственно, закрылся. Но там еще, как бы он открыт, я подозреваю, потому что там еще какие-то магазины именно в этом пункте выдачи были партнерском. Вот коробочка у нас. Ну там как бы можно взять пакетик, если нужно. Можно оставить коробочку, если не нужно. Но мне нужна была маленькая коробочка, я рассчитывала, что будет маленькая коробочка. Ну, надо мне коробочку, короче, временную. Я показываю сюда, потому что тут у меня номер телефона мой написан. Меньше знаете, лучше спите. Не, конечно, вы можете задонатить мне на карту банка маленькую поддержку, да, это так сказать, зная номер телефона. Но я думаю, если захотите, то вы и так задонатите. Или станете моим спонсором, как Горбушкин. Привет, Горбушкин, спасибо за спонсорскую подписку. Короче, перчаточки мне надо было. Мои велосипедные совершенно, вот им уже 4 года, их покупала в Ауре, в Ярике, в Спортмастере. Но так как у нас тут эта пандемия коронавируса, я вообще не знаю, что у нас за ситуация в Ярославской области, то в Ярик, наверное, и не съездить. Я не знаю, хоть туда автобусы не ходят, межгород. И Аура-то недавно только открыла, 27-го, что ли, 06-го. Я ещё, по-моему, или я уже приехала из деревни, или только ещё была там. Короче говоря, наверное, уже приехала. Ну, короче, без разницы, какого-то там оно открылось. Всё равно проблема там, как бы перчатки – это та вещь, которую нам мерить. Но тут я уже поняла, что мои совсем растянулись, а настолько, что уже их даже не… Ну, я их как бы постирала как-то на суперспорте, но я не глянула температуру, думала, что, может, они ужмутся и будут ништяк. Они чуть-чуть ужались, но не настолько. В общем, они у меня по руке практически крутятся. Эффекта уже как нужного нет. Вот деревню их потом возьму. Там у меня тоже велик, из-за которого они и покупались. И на велике такая ребристая фигня на роли, что удобнее в перчатках, чем без них. Короче, перчаточки. Я их там померила. Вот, кстати, вот можно померить. Там, кстати, две кабинки с зеркалом и с пумпиком таким, чтобы можно какую-то вещь померить. Вообще очень классное обслуживание, хорошая девочка. Всё чистенько, миленько, всё ништяк. Сейчас у меня всё равно два пальца в один сунулись. Ну, тут как бы немножко пошире пальцы, но они вот здесь вот нормально. А так вот, ну, когда вот палец же к руке потом идёт пошире немножко. В общем, удобные перчатки. Я всё время боялась, что здесь вот такая, как бы, лайкла, ну, в общем, такая ткань. Хотя написано в составе лайкла. Натуральная кожа и что-то ещё. Но, как бы, я боялась, что оно не будет продуваемое. Ну, вот такое, что руки будут потеть. Но руки не потеют. Хотя вот я ехала, у меня местами было тепло. Ну, у нас ещё было, как бы, такое ветрище, что, наверное, оно согревало за счёт этого. У меня-то немножко другая ткань была. Ну, а сейчас они по дизайну, по цвету моего велика. Тут тоже липучка. У меня там щёлкнул хлебушек. Вот, возможно, было слышно, как это бзяк. Сейчас я попробую даже вот так вот. Ну, как-то ровненько. СТГ. И, в общем, оно 510 рублей было. Я не знаю, зачем вот эти вот резиночки. Забыла опять у Никчи спросить. Может, он в курсе. В принципе, первые перчатки я благодаря ему и покупала. Ну, не за счёт него, но он мне как бы подсказал, что надо бы вела перчатки. То всё. Размер S тут. Ну, в общем, они размер S. У меня обхват руки вот здесь вот 15,5 сантиметров. Так же, как 15,5 у меня размер кольца. Ну, и, видимо, как-то оно всё вместе. Так вот и идёт этот 15,5. Минус маленький такой. Вот я брала, они такие новенькие были, гладенькие, хорошие. Но у меня ногти некоторые имеют свойство цепануть за что-нибудь. И вот случайно ногтём где-нибудь цепанули, если у вас ногти слегка длиннее. Не вот эти вот искусственные ногти, которые каким-то суперлаком сделанные вам, если вы девушка, да, это вот типа считаются женские перчатки. Хотя вот я до недавнего времени не знала, что перчатки будут женские или мужские. Я ещё у своего друга спрашиваю, говорю, слушай, а в чём разница, женские или мужские? Я говорю, только сегодня узнала. Я говорю, тоже только сегодня узнала, что есть, оказывается, женские или мужские перчатки. Короче, женские велоперчатки. Я думаю, что и мужские тоже сойдёт. Если у вас девушка, девушка, если у вас ногти нормальные, они искусственно нарощенные, лаком супер покрытые, как тот самый лак, который две недели живёт, и бедные ваши ногти под этим лаком. Короче, если у вас нормальные ногти, как у меня, допустим, да, и случайно этот какой-нибудь ноготь что-то зацепил, то вот зацепка. Я думаю, как бы на внешний вид оно, конечно, слегка и влияет, но на функциональности вообще никак. Внутри оно такое вот беленькое, мягонькое. Меня ещё смущало то, что вот они все примерно такого типа были, а мои там как бы, ну, немножко другие там как-то, вот конкретно так, выделено вот этим гелем, тут гелем, тут гелем, тут вот эти вот три места такие, как бы подушечки. И я думала, что что там, ну, может, как-то не то. Тут не знаю, гель не гель, но мягонькое такое, что, в принципе, если вдруг случайно шарахнуть там рукой, то руке ничего не будет, потому что её защищает перчатка. Ой. Ну и по руке оно нормально сидит. Я, правда, сначала думала, что, ой, может быть, они мне как-то широки, поэтому вот здесь вот это. А потом до меня дошло, что, в принципе, иногда бывает, что можно упасть так, что рукой шарахнуться, ну, не обязательно упасть, но в смысле, что можно обычно упасть, да, с верика. Рукой шарахнуться так, что не только на ладошку упираетесь, да, вот свалились вы, а ещё иногда вот так вот проехаться, и вот здесь как раз тоже защита вполне себе хорошая. В общем, я считаю, что нормальные такие перчатки, 510 рублей. Сколько послужат? Ну, думаю, года два-то они точно послужат. Конечно, минус то, что тут вот на телефон что-то взякнуло, что зацепки эти идут. Но зацепки только с этой стороны, с внешней. Отличные перчатки. Сейчас я вам коробочкой тут этот, ну, бумажечка от них, вот не бумажечка, ну, что-то такое. Они были сцеплены в таком пакетике, хорошо упакованы. Тут интересная, кстати, липучка. Как вот блестяшки такие. Вот именно вот этот, который цепляешься. У меня на то и другая. У меня там, ну, в принципе, у меня там и липучка-то уже как бы стала отмирать. Учитывая, что я, как только велик, купила ещё обычный мамотяри, ещё не со скоростями, не спортивный, короче говоря, я на нём ездила довольно очень много, ну, и, соответственно, юзала эти перчатки усиленно, то за 4 года эти перчатки хорошо пожили. Вот, вот так они. И вот так. Тут у нас эта вот бумажечка, СТГ, Бицикл, Клоз, Гловс. Так, чё-то у нас. Арт-Х 618-72-С. Перчатки летние, быстросъёмные, да, с защитной прокладкой, застёжкой на липучке, размер S, красно-чёрно-розовое, изделие перчаточное. Для безопасности и комфорта велосипедиста. Сделано внезапно в Пакистане. Вот такая вот фиговина. Я там попросила ножницы у девушки, чтобы срезать, потому что собиралась прямо у них потом и ехать. Как бы я была на велике, мне ножницы предоставили. Тут у нас бумажка очередная, неровненькая, такая обычно ровненькая бывает. Я как-нибудь ими пошуршу. Мне тут в Инстаграм писали сообщения, чтобы я побольше этих АСМРов писала. В комментах вроде как-то тоже писали. Ну, когда-нибудь доберусь я до АСМР и запишу. Вот тут у нас на пакетике S. Пакетик как бы слегка рваненький. Я вот только сейчас заметила, как оно тут. Ну, может, порвалось как-то, не суть важно. В общем, пакетик уже как бы непригодный в этом плане. Ну, если только перерабатываемый мусор, короче, положите его в коробочку. С одной стороны, если я ее сейчас не уберу, нужное мне место, вот ее может подрать с другой стороны. Я в нее временно буду кое-что складывать. Так, ну и пакетик. Я вообще его брала, потому что потом ехала в другое место и думала, что в него влезет то, что мне нужно было положить большой пакетик. А у меня не было именно такого большого пакетика. Но в итоге оно у меня даже в рюкзак не до конца влезло, хотя на спине ехало. Но это будет уже отдельный обзор. Онлайн-магазин. Ну и тут аналогично. Хороший такой пакетик. Плотненький. Так что если вы вдруг местный и тоже были в панике. Кстати, они открылись от 23-го числа. Там девушка заходила, увидела у меня карту. Это что, уже можно заказать? Ну, типа, можно заказать, потому что пункт открыт. Я тоже с Нового года всё пытаюсь заказать, но никак не закажу. Ну, теперь можно заказать. Короче, если вы из Углича и вам хочется эту карту, но всё никак было, никак. Теперь можете заказать. Ростовская, 21-2. Напротив Богоявренского монастыря, вообще вот так на перекрёстке. По-моему, розовенький такой домик. Или снизу он розовенький, или сверху. Ну, как-то мне запомнился он, что он розовенький. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok